МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕСНЯ 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 Согласно статистике, каждую минуту на нашей планете в состоянии алкогольного опьянения прибывают около 50 миллионов человек. Это 0,7% от всего населения Земли. Каждый год алкоголь уносит жизни почти 400 тысяч россиян. Злоупотребление спиртным в нашей стране стало причиной значительного уменьшения продолжительности жизни, снижения рождаемости, ухудшения здоровья детей, особенно психического. Чаще всего алкогольную продукцию покупают по праздникам и зимой, чтобы согреться, а так постоянно. С другой стороны, многие ученые писали и об обратном. Люди, пьющие небольшие количество вина, в среднем жили дольше не только, чем заядлые алкоголики, но и абсолютные трезвенники. Заявления и публикации вызвали массу споров среди медиков, и однозначного объяснения этому феномену они так и не смогли найти. Но в любом случае все сходятся в одном, злоупотреблять алкогольные продукции не стоит. Большинство проблем начинается именно тогда, когда человек выпивает лишнего. Именно поэтому, когда позволяете себя выпить, нужно следить за уровнем алкоголя в крови и не позволять выходить за разумные пределы. Очень важно и тщательно выбирать то, что вы пьете. Внимание обращаю я, в первую очередь, конечно, на местного производителя. Я смотрю, может быть, появились какие-то новиночки. Я большой разницы не вижу. Состав, в принципе, везде одинаковый, вода и спирт. И почему платить лишнее? Но разница все же есть. Поэтому каждому потребителю важно запомнить самые главные правила выбора продукта – внимательно читать этикетку. Причем не лицевую сторону – это просто маркетинг, а контр-этикетку. Именно на ней вся информация о продукте. На хорошем напитке всегда будет сортовой состав. То есть, если мы говорим с вами про базовые вины, зачастую они бывают, ну, просто красная полусладкая, белая полусладкая. Без указания сортового состава. Значит, этот продукт, ну, давайте говорить так, в самом нижнем ценовом сегменте. В хорошем продукте всегда есть указания сортового состава. Это многое говорит. Вы должны понимать, что сахар в вине зачастую, в большинстве случаев, используются для маскировки дефекта продукта. Стоит обращать внимание и на возраст алкоголя. Вино – живой продукт и также с возрастом теряет свои свойства. Поэтому лучше выбирать вино, которое произведено не позже, чем три года назад. Кстати, если говорить именно о вине, то буквально в этом году вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии. Теперь к бренду «Вино России» относится только продукт, сделанный из винограда, выращенного в нашей стране. В магазинах есть специальные стикеры, которыми отмечается эта категория. Она проходит дополнительную проверку соответствия. Сейчас многие производители, кстати, пошли на уловки. Для того, чтобы не писать на своей контр-этикетке, продукция не является вином, люди стали использовать вместо виноматериала фруктовые составляющие. То есть на основе яблочного сока, грушового сока, они начинают делать продукты. Это позволяет, так скажем, встать на одну полку с нормальным продуктом, не выделяться и быть как бы своим. Но это касаемо только виноградарства. В отношении других видов алкоголя нововведений пока нет. Вся алкогольная продукция страны контролируется единой государственной автоматизированной информационной системой, сокращенной ЕГАИС. Фактически с помощью этой системы государство отслеживает весь процесс производства и движения всего алкоголя по стране. Дело в том, что, как показывает статистика, около 30% алкоголя в России произведено незаконно. Это значит, что примерно каждая третья бутылка спиртного на прилавке контрафактная. А эта система позволяет ликвидировать большой канал сбыта на местах. ЕГАИС решил массу вопросов. Для конечного потребителя это большой плюс. Убедиться в качестве продукта может каждый покупатель. Для того, чтобы быть абсолютно уверенным в легальности продукта, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка разработала специальное мобильное приложение. С его помощью можно сканировать акцизные марки продукта. Я уже скачала приложение на телефон. Вот, заходим в него. Берем любой продукт. Наводим на акцизную марку. Вот она развернута. И сканируем. Здесь видна вся информация, кто производитель, емкость, крепость. Это значит, что продукт сертифицирован, и в его качестве точно можно не сомневаться. Это не единственный способ проверить подлинность товара. Также узнать всю информацию можно и по QR-коду на чеке. Когда вы приобретаете алкогольную продукцию, у вас выходит дополнительная секция чека. Здесь мы можем видеть вот эту часть. Она включает в себя дополнительный QR-код. Его мы можем с вами проверить. Через любое, в принципе, приложение и просканировав, мы с вами получим информацию. Она вот уже появляется, да, как раз? Да. Мы видим, где вы приобрели эту продукцию, кто ее произвел, что это конкретно за бутылка, какой у нее серийный номер. И если даже обратить внимание, здесь мы можем увидеть данные акцизной марки. Эта опция позволяет вам, не отходя, так сказать, от кассы, проверить легальность приобретаемого продукта. Сейчас на полках в крупных магазинах продукция легальная. Здесь сложно найти контрафакт. Чего не скажешь о мелких или сельских магазинах. Незаконная продукция часто сбывается с рук и, как правило, дешевле по стоимости. Но в этом случае сэкономленные пару сотен могут стоить вам здоровья. По статистике, только за прошлый год от контрафактной продукции пострадали почти 100 человек. Потеря слуха, зрения и даже летальный исход – результат употребления нелегального алкоголя. При установлении того, что имеется контрафактная алкогольная продукция, в последующем она изымается, проводится исследование и экспертизы как самой жидкости, так и акцизной марки. В случае уже установления в ходе экспертизы то, что содержится примеси алкогольной продукции, а также акцизная марка, она имеет признаки подделки, то данная алкогольная продукция в последующем направляется в рост алкоголя регулирования для ее переработки дальнейшей. Если вы обнаружили контрафактную продукцию, необходимо обратиться в ближайший отдел полиции. Что касается распространителей, то в первый раз они привлекаются к административной ответственности при повторном нарушении к уголовной. Сейчас ситуация на алкогольном рынке страны изменилась. Теперь, покупая продукцию легально в сетевом магазине, вы всегда можете быть уверены в ее качестве. В Чувашии, как и по всей стране, качеству алкоголя уделяется особое внимание. Мы очень тщательно относимся к выбору поставщика, особенно к тем поставщикам, которые предоставляют непосредственно сырье и ингредиенты. К данным поставщикам относимся очень жестко, потому что если нас не устроит какое-то определенное качество сырья, либо спирта, либо пшена того же самого, то водка того качества, которого мы хотим, уже не получится. Что касается ингредиентов, которые добавляются непосредственно в купаж водки, то это преимущественно местные производители. Зерна пшеницы, проса, ячменя завод закупают у чувашских поставщиков. Продукция проходит несколько ступеней производства. На каждом продукт проходит тщательный анализ и выдержку. Например, спиртовые настои специально выдерживаются вот в таких колбах. Готовый продукт тоже проверяется. Анализируется крепость, щелочность, микрохимические показатели. Мы проверяем уже, естественно, щелочь. Щелочи мы проверяем следующим образом. Мы берем анализируемый раствор. Берем 100 миллилитров раствора. Добавляем индикатор. Перемешиваем. И тетруем однонормальной соляной кислотой. У нас идет смена краски с розовой до малиновой. Так проверяется показатель щелочи в водке. Если использовать воду с завышенной щелочностью, например, из водопровода, а не дистиллированную, то вкус готового продукта будет соленоватый. А когда щелочь в норме, то водка получается более мягкой и приятной на вкус. Помимо самого продукта, тщательно проверяется и маркировка. Это оформление бутылки согласно техническому паспорту. И прежде чем заказать этикетку, сначала сверяется достоверность информации. Только после всех внутренних проверок готовая бутылка проверяется в системе ЕГАИС. Каждая бутылка просвечивается, фиксируется, и в государственных структурах можно сразу проверить тот или иной продукт. Потребителям стоит помнить, закон всегда на их стороне. При покупке товара ненадлежащего качества вы вправе обратиться с претензией в адрес магазина и потребовать заменить товар на аналогичный, с перерасчетом покупной цены, либо вернуть денежные средства. Если же спор не получилось решить, потребитель вправе обратиться в суд с исковым заявлением для защиты своих прав. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА